За подписью руководителя страны вышло постановление о мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в Махалях. В целях внедрения новых управленческих механизмов работы с молодыми людьми, решения их проблем непосредственно в Махалях вводится должность молодежного лидера. В документе определены конкретные задачи, стоящие перед ним. Одни из основных это внесение необходимой информации о молодежи в электронные платформы. Организация плодотворного досуга юношей и девушек, активное участие в проектах пяти инициатив и других культурно-просветительских мероприятиях, повышение социальной активности молодых людей. Все детали раскроет комментарий нашей программы. Узбекистан молодая страна во всех отношениях. Человеческий капитал одно из главных богатств нашей республики. Если правильно наладить механизмы самореализации и дать возможность молодым людям реализовать свой потенциал, это станет определяющим катализатором развития по всем направлениям. От экономики и социальной сферы до развития бизнеса. В последние годы в рамках реализации таких адресных методов оказания действенной помощи, как молодежная тетрадь и молодежные программы, была обеспечена занятость 596 тысяч молодых людей. Около 26 тысяч представителей молодежи с ограниченными возможностями и нуждавшихся в медицинской помощи взяты на постоянный контроль. В фондах молодежной тетради удалось аккумулировать около 383 миллиардов сумм. За счет этих средств удалось оказать социальную и материальную помощь 140 тысячам молодым людям. На развитие предпринимательской деятельности, выработку и реализацию новых идей, инновационных бизнес и стартап-проектов было направлено 3,3 триллиона сумм. Благодаря этому 132 тысячи юношей и девушек стали обладателями льготных кредитов. Помимо этого, впервые в истории среди 420 тысяч молодых людей было распределено 127 тысяч гектаров посевных площадей. Как итог, на выходе более 680 тысяч новых рабочих мест. Можно продолжить подобную статистику. В то же время отметим, что за каждой цифрой судьбы молодых людей. Ведь это именно то время, когда им требуется настоящая поддержка, когда вовремя подставленное плечо может открыть совершенно новые перспективы и стать тем самым пространством для самореализации. Молодежь изменилась, она стала увереннее в своих силах и возможностях. Но в ближайшее время эти возможности станут еще более объемными. Президент Узбекистана подписал еще один исторический документ «Постановление о мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в Махалях». Сегодняшнее постановление возможностей, которые отныне создаются, является логическим продолжением начатых работ. Почему? Потому что мы реально работая по принципу Хона Донбай, решаем проблему молодежи, оказываем им поддержку, становимся своего рода опорой. Они чувствуют, что за спиной молодежи стоит государство. Они готовы слышать их мнения и пожелания. И для этого обязательно в Махале должен быть представитель молодежи. Сегодняшнее постановление президента определило статус представителя молодежи в Махале, как представителя президента, который будет заниматься проблемами молодежи в самой Махале. И здесь есть четыре этапа – Махаля, район, регион, республика, которые обеспечивают вертикальность системы. Если проводить аналогии, то это похоже на законченную мозаику. Система, работающая снизу вверх, стала совершенной. Таким образом, в каждом городке, селении или ауле всего в 9309 Махалях вводится должность молодежного лидера. К тому же в структуре агентства по делам молодежи, его территориальных управлений и отделений создаются отдельные подразделения, в чью прерогативу входит непосредственная работа с молодежью в Махалях и образовательных учреждениях. Итак, определены основные задачи, стоящие перед молодежными лидерами в Махалях. Это формирование молодежного баланса, организация эффективной деятельности электронных платформ, молодежная тетрадь и молодежный портал, организация плодотворного досуга молодежи, активное участие в проектах пяти инициатив и других культурно-просветительских мероприятий, повышение социальной активности молодежи, поощрение талантливых и одаренных инициатив, воспитание молодежи в духе патриотизма и обеспечение их духовного развития, организация системной работы с частью молодежи, имеющей предпосылки для совершения правонарушений. В документе подробно отмечен каждый шаг, каждое направление, по которому предстоит работать молодежному лидеру. В плане пропаганды культуры и искусства предстоит организовать такие конкурсы, как «Голос молодежи», «Ростки искусства», где будут представлены «Маком», «Искусство бахши» и «Эстрада». Помимо этого будут проводиться творческие фестивали «Звезды радуги», конкурсы юных художников, организовываются детские и молодежные театральные коллективы. В разрезе популяризации здорового образа жизни и спорта в «Махалях» по инициативе молодежных лидеров будут проходить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту, бегу, шахматам, шашкам, бадминтону, стрельбе из лука. Также регулярно будет проходить акция «Пять тысяч шагов» и «Молодой эколог». Теперь лидеры молодежи в «Махалях» непосредственно будут вести эту систему в «Махалях». Вопрос почему? Ребенок, обучаясь в школе, например, в обед, он после обеда приходит домой. А что делает он после обеда? Здесь уже открытый вопрос, да? Ребенок может выйти в «Махалю». А здесь он в «Махале» может по шести направлениям, то есть для лидеров, для детей есть направления, экология, например, образование, культура, медиа. В этом направлении они могут, как настоящий лидер, повышать свои навыки и, как говорится в современном языке, навыки soft skills, непосредственно, которые завтра пригодятся для любой молодежи, для становления его в личности, в обществе значимым человеком. С целью эффективного использования современных информационных технологий будут воплощаться в жизнь такие проекты, как один миллион программистов, чемпионат по киберспорту, конкурс знатоков IT-технологий. Для укрепления духовности и расширения кругозора знаний через любовь к книгам планируется организация таких интеллектуальных состязаний, как «Закова», «КВН», «Молодой книголю», среди молодых читающих семей, а также на знание иностранных языков и в рамках дальнейшей популяризации народных игр. По направлению воспитания молодежи в духе патриотизма и повышения их правовой грамотности предстоит проводить конкурсы следующей специализации – «Молодой пограничник», «Молодой спасатель», «Веселые старты». Особый акцент делается на историческом фундаменте. Мы можем организовать экскурсии по музее, по городу Ташкента, по Самарканду, по областям. Мы можем пригласить в Каракопакскенский молодежь сюда, в Ташкент, в Ташкент пригласить долину. Потому что по каждой республике, когда мы ездили, работали с молодежью, у них у всех свои культуры, у них у всех есть свое направление, у них у всех свои разные по тактике работы, у них у всех есть. Кто-то хочет быть военным, кто-то хочет быть пилотом, военно-пилотом. Мы по направлениям очень много работали. Кто-то хочет музыкантом быть. Понимаете, мы открываем дорогу. По этому документу нас обрадует, что по каждому Махаля теперь не только Махаля будет работать, а по Махаля именно лидер молодежи будет работать по каждому квартире, именно кто, какие там у нас молодежи, они по какому направлению будут работать, какие военный патриотизм у них есть. у нас будет точная уже цифра, именно мы с кем будем работать. Будут организованы конкурсы по изучению наследия наших предков. А в плане так необходимых сегодня юридических навыков будут проводиться мероприятия «Молодой правовед», «Молодой избиратель», «Молодой депутат». В том числе акция «Я тоже буду солдатом». Дальше мы будем дальше еще больше работать. Теперь в каждом махале есть свой лидер. Нам больше задачу дали именно воспитать молодежи в духе военно-патриотизма. Нам задолжено больше доверия, нам дали больше возможностей работать по каждому махале. Не только по каждому, каждый молодежь для нас важен. В тему «Воспитывать молодежь» у нас есть тематические классы по каждому военному части, по республике Узбекистана, плюс у нас находится открытие двери военной части. И будем конкурсы, соревнования делать по военно-патриотизму кубок министра обороны. У нас открытие общения будет. Они кем хотят быть? Что касается поддержки предпринимательских инициатив, то в этом направлении планируется проведение конкурсов «100 идей для Узбекистана». Самый предприимчивый бизнесмен Махале – первый шаг в бизнесе, в рамках которых также будут проходить встречи с наиболее успешными предпринимателями республики. Помимо этого... Поставлена задача организовывать встречи молодежи с руководителями. О чем это говорит? О том, что министры, члены правительства, хакимы, руководители секторов будут встречаться с молодыми людьми непосредственно в самой Махале. Будут в Махале слушать их проблемы. Президент дал поручение, чтобы в самой Махале проводились встречи с молодежью. Будет создана такая система. Посредством этого мы будем утверждать молодежные программы в Махалях. Исходя из проблем молодежи, их предложений и интересов, в каждой Махале будет своя программа. В ней будут отражены вопросы обеспечения занятости молодых людей, а также вопросы обеспечения их досуга. Данные программы будут способствовать личностному развитию молодых людей, нахождению своего места в жизни, тому, чтобы каждый стал неотъемлемой частицей нового Узбекистана. Да, задачи, которые поставлены перед махалинскими лидерами, важны, значимы и ответственны. Однако им предоставлен ряд полномочий. Потому очень важно скурпулезно подойти к отбору наиболее достойных на эту должность. Как отмечено в постановлении президента, этот процесс будет проходить в городах и районах республики открыто и прозрачно на основе конкурсного отбора. Будет учитываться каждая деталь, каждый нюанс. Это касается организаторских способностей, преданности к своему делу, патриотизму. Кстати, отбор кандидатов уже начался. В эти дни он проходит на портале vkens.org.us. На данном электронном ресурсе размещены документы более 42,5 тысяч кандидатов. Получается, что конкурс на одно место составляет 4,6 претендентов. Лидерами молодежи в Махале могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, которые имеют опыт работы с молодежью. И самое главное, которые имеют лидерские качества, которые могут повести за собой молодежь. Более 42 тысяч молодых людей подали онлайн заявки. И с ними были проведены индивидуальные беседы. И были отобраны самые лучшие молодые люди, которые подходят под вышеперечисленным критерием. И они уже с 20 января начнут на официальной основе свою деятельность. Необходимо отметить, что эти молодые люди уже на протяжении месяца пилотно уже начали работу в Махале. Они уже сформировали молодежный баланс в каждой Махале. В начале своей деятельности, вот как уже месяц, я создал баланс молодежи. То есть я узнал по каждым квартирам в Махале Олемлар, чем занимается на сегодняшний день наша молодежь. На сегодняшний день 905 молодежи проживают в Махале Олемлар. Создал дорожную карту, чем мы будем заниматься в течение 2022 года. Основной задачей у нас будут те моменты, где поддержка талантливых молодежи. Также есть ребята, которые занимаются наукой. Также в этой Махале у нас есть спортивная площадка, где мы можем реализовать спортивные конкурсы. В этой Махале мы не собираемся только ограничиться этой Махаллей. То есть мы будем работать совместно и с другими Махаллями. В свою очередь глава государства предусмотрел меры социальной поддержки и стимулирования деятельности молодежных лидеров. Месячный оклад будет рассчитываться из числа домохозяйств в той Махале, в которой закреплен молодой человек. Если в Махале меньше 500 домов, то лидер будет получать зарплату в пятикратном размере минимального размера оплаты труда. В том случае, если в конкретной Махале свыше 500, но не более 1000 домохозяйств, оклад составит 5,5 кратных разметов в МРОД. В случае, если домов больше 1000, заработная плата будет исчисляться соответственно в шестикратном размере. Молодые специалисты, приезжающие на работу из других регионов, будут получать компенсацию на аренду жилья. Молодые лидеры, добившиеся высоких результатов в своей деятельности, смогут рассчитывать на получение субсидий в размере 50% от стоимости жилья, приобретаемого на основе ипотечного кредитования. Помимо этого, каждые три месяца наиболее передовым 100 молодым лидерам будет начисляться премия в виде одного оклада, а также будет проходить награждение их нагрудным знаком «Янгю, Узбекистан и Слахотчсы». Повышается статус проректоров высших учебных заведений по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе. Учитывая актуальные задачи на новом этапе развития, первые проректоры и первые заместители директоров филиалов вузов станут одним из определяющих звеньев формирования новой молодежной политики Узбекистана. Тот факт, что проректорам вузов по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе придается статус первого проректора, говорит о большой ответственности, что возлагается на них. Они должны будут работать с молодежью в разрезе каждого факультета, каждой группы. И с этой точки зрения у них будет возможность определять талантливых, способных молодых людей, изучать их проблемы в ходе академического процесса. И в целом деятельность университета ориентируется на интересы каждого студента. Проректорам высших учебных заведений по вопросам молодежи будет дан статус первого проректора. Теперь проректора будут вести свою деятельность в каждом высшем учебном заведении в разрезе студенческих общежитий, в разрезе факультетов, в разрезе каждых групп. Пять инициатив президента будут реализованы в каждой махале. Это около 10 тысяч махалей. И это значит, что мы сможем охватить каждую махалю все 14 миллионов молодых людей в возрасте от 7 до 30 лет. Особо отметим, что молодежные лидеры являются основой кадрового резерва руководителей республиканского масштаба, которым предстоит укреплять и обустраивать новый Узбекистан, добиваясь самых высоких результатов. По итогам их двухлетней деятельности будут носиться предложения по повышению их должности. Заметим, что после начала деятельности лидера за молодым человеком сохраняются все его военные и специальные звания. А его стаж будет учитываться среди очередных военных и специальных званий. Сформирован целостный и всесторонний механизм поддержки молодых лидеров. В частности, вместе с Республиканской комиссией по координации вопросов работы с молодежью в махалях будет выстроена единая вертикаль. Махаля – район, область, республика. Для решения всех поставленных молодыми лидерами проблемных вопросов обеспечивается межведомственное сотрудничество. В сути, в основе этого постановления лежит возвеличивание чести и достоинства человека. Создается система, которая предусматривает отдельную работу с каждым молодым человеком, проживающим в махале. И в этом процессе велика роль ветеранов. Поскольку наши ветераны обрели огромный жизненный опыт. И очень кстати, что одному ветерану прикрепляется 10 молодых людей. Потому что ветераны, на глазах которых растут, взрослеют дети, знают, кому какая профессия нравится, к чему проявляется интерес, чем он может в дальнейшем заниматься. Все это не остается без внимания ветеранов. Поэтому воспитание 10 молодых людей для каждого ветерана – это и честь, и ответственность, это и счастье. Та проблема, тот вопрос, который поднят в любой из 9309 махаллях, любым молодым человеком, он будет ежесекундно доходить лично до главы государства. Посредством представителей президента в махале по вопросам молодежи, посредством лидеров молодежи в махале. То есть создана уникальная вертикальная горизонтальная система работы с молодежью. Можно уверенно сказать, что в этом году осуществление молодежной государственной политики будет поднято еще на один более высокий, существенно новый, качественный уровень. Нововведение, инициированное главой государства, позволит более широко привлечь самих молодых людей к решению молодежной проблематики на местах. Очевидно, что учитывая процент молодых людей в общей численности населения Узбекистана, каждый шаг в этом направлении должен быть продуманным и взвешенным. Ведь от этого зависит будущее всей нашей страны.